приветствую всех на канале вот пришла посылка давайте с помощью скальпеля откроем посмотрим что внутри внутри у нас инструкция отлично так причем на английском языке принципиальная схема осциллографа очень простая потому что только один чип присутствует вот небольшое количество дополнительных деталей спецификация тут же прилагается но нет инструкции по сборке но я думаю что мы разберемся не в первый такой конструктор китайский у нас так корпус у нас акрил вот он с всеми необходимыми метисами тут у нас внутренности расцепуха разные печатная плата смотрите вот она есть кстати интересно что чип не припаян да так что ну можно набраться опыта припайки чипов да а вообще если этот чип только у нас так экранчик есть так с экранчик у нас распаян вот он так а вот чип 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 вот он чип находится но мы припаяем посмотрим думаю что получится так это разъемы всякая расцепуха вот ну чтож давайте так кабелина есть кабелина микро юсб не перешли еще на тайп си но хорошо так это все на китайском тут есть qr-код но давайте все энкодер вот он так даже ручка есть но это хорошо попробуем собрать осциллога вначале рекомендую припаять чип потому что его сложнее всего запаять затем следует запаять низкие элементы коими являются резисторы и конденсаторы также следует запаять светодиод он единственный плюс-минус не перепутаем и индуктивность далее запаиваем гнездо usb и выключатель теперь запаяем гнездо под дисплей и далее контакты внутреннего генератора далее более высокие элементы это у нас потенциометры и гнездо для входного сигнала энкодер припаяем платье дисплея следует припаять контакты которые имеются в наборе осталось нам присоединить дисплей к плате вот сборка завершена вот такой замечательный игрушечный осциллограф получился да но его собирать там пять минут до скажем так быстренько спаял вот и надо проверить теперь как он работает да конечно смешно что такой сложный измерительный прибор вот можно такой печатной платки спаять а будет он работать не будет для этого что мы сделаем сначала мы подключим вот комплекте кабель вот такой идет давайте его и подключим значит тут надо подключить именно вот это верхней части почему потому что она носитель сигнала до нижние это у нас просто земля вот тут видно все значит хотя не обозначен тут но понятно так закрутим все это дело ничего лишнего дополнительно там инструментов какие-то генераторов я использовать не буду специально для того чтобы но начинающим вроде любителям ну такой осциллограф предназначен и у них не будет ни генератора там ничего такого сложного так здесь у нас контакты внутренний генератор тут у нас синус кривая и прямоугольная кривая должна быть по идее но подключу напряжение так сначала выключим чтобы не произошло что-то неприятное так кабель и на жесткая но в комплекте идет такая кабель и наша так включаем опа заработала так ну отлично видно наверно да может засвечивает изображение но вот как говорится давайте лишние лампы отключу чтобы было виднее такое впечатление что лучше стало до вида экранчик тут у нас два режима запуск рабочий и остановка все принципе это у нас уже чувствительность мы меняем то есть размах амплитуда будет меняться соответственно но все настолько просто что это как раз и является преимуществом давленной схемы за копейки можно первый опыт такой начинающим ради любителя получить работы с осциллографом значит суть работы заключается в том что надо сигнал подать на слову и посмотреть на криву какая будет но давайте синуса начнем так будет не будет по что-то появилось так надо крутить вот появился вот он синус то потом потом даже такой большой автоматически он ставится на стоп остановках вот вот такой синус значит вот тут это же помехи от меня идут на вот он идет синус но размах синуса меняется зависимости от того как я кручу тут вот все в руках помехи дополнительные но для такого значит игрушечного осциллографа это достижение можно сказать ну тут еще мигает связи с это так и давайте прямоугольные импульсы проверим так так о что то есть прикольно я думал что ерунда какая-то совсем будет но что то есть значит вот поиграться с этими прямоугольниками то есть размах мы меняем и рисунок меняется на так вот лично и синус генератор я специально не буду подключать ребята почему то что у начинающих генератора не будет скорее всего смотрите какой размах на даже так но в принципе все функции тут тут еще потенциометры есть можно порегулировать поработать с ними но скажем это оставим на на ваше внимание если вы будете собирать вот в завершение я еще и крышку сделал корпус вот такой вот самый такой простой но зато внутри уже хорошо смотрится вот неплохо так подведем итоги игрушка как игрушка получилось до нормальная хорошая игрушка потому что вначале начинающие ради любителей будет бояться осциллографа виду большого количества опции кнопок и так далее вот а вот такой осциллограф собрать самому значит потренироваться поизучать покрутить поломать как говорится все это пока не поломаешь ничего не поймешь вот вот это как раз то что годится за 6 долларов это очень даже неплохо неплохо получить удовольствие при сборке и для начинающего значит начали посмотреть что такое осциллограф и как он работает вот всем спасибо за внимание не забываем подписаться на канал будет много чего полезного и интересного пока спасибо за субтитры за субтитры за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok